Здравствуйте, православные! 18 сентября. Мы снова с вами встречаемся на площадке Русской Конописной Школы, чтобы поговорить о святцах Русской Православной Церкви. Сегодня в церковь празднует память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Претечи, помнится о них мы рассказывали в прошлый годичный цикл. Преподобного мученика Ванасия Брестского, перенесение мощей благоверных князя Петра, выночистой Давида, княгиней Февронии, выночистой Ефросинии, муромских чудотворцев, мучеников Фифаила и сестры его Фивеи, мученицы Раисы, мучеников Эвентина и Максима Воинов, мучеников Урвана, Федора Медимна и с ними 77 мужей от церковного чина в Некомедии пострадавших, о них мы и поговорим, мучеников Авдия и в Персии благоверного князя Глеба у крещения Давида, мученика Сарвила, мученица Ефимия, обретение мощей преподобного Александра Исповедника, соборного мученика и исповедников казахстанских, Оршанской иконы Божьей Матери. Ну а поговорим мы сегодня о мучениках Урване Федоре Медимне и с ним 77 мужей от церковного чина. Они пострадали при императоре Валенте, это 4 век, который склонился к ереси орианства. И поскольку сам император покровительствовал орианам, они разумеется этим воспользовались, и партия ориан, победившая, устроила там репрессии в Константинопольской церкви, и не желавших присоединиться к их вере, к их ереси, всячески поражали в правах, ссылали и преследовали. Доведенные до отчаяния православные христиане решили просить защиты у императора, и набрали достойных людей из своей среды, и отправили их как раз во главе с Урваном Федором Медимном, и еще 77, то есть получается всего их было 80, то есть делегация из 80 почтенных граждан, она, конечно, обратила на себя внимание императора. Они подошли, изложили свое дело, что вот, дескать, вопросы веры все-таки не должны касаться дел управления, администрации, политики. И как бы вот если граждане добропорядочные, то, наверное, не следует их преследовать за их веру. Если какие-то совершены преступления, то это уже административное, уголовное, давайте разбираться. Но если человек ведет себя прилично, платит налоги, имеет профессию, имеет репутацию, имеет уважение сограждан, то, ну, вера его, как правило, не вот прям жуткий сатанизм, с шаурмой из младенцев, с оргиями, с употреблением веществ и с порядочными связями, да, то есть как только начинаются беспорядочные связи употребления веществ, а тем более смерти младенцев, это уже повод просто полицейского расследования безо всякого богословского момента. Император впал в ярость, но как такой изощренный деспот, он, конечно, не стал топать ногами и брызгать слюной, он сказал, да-да, я подумаю, выслушал их жалобы, призвал тайно епарха Модеста и сказал, в общем, решить вопрос делегации окончательно и бесповоротно. Ну, Модест, разумеется, понял все правильно, сказал, в общем, император отправляет вас в заточение, пройдите, пожалуйста, на корабль. Они, разумеется, все отправились, прекрасно понимая, да, что если мы идем к государю и будем говорить государю неприятное, то может кончиться все очень плохо, да, но 4 век, опять же, чего там ожидать, да, нравы были дикие, рожи были страшные. И полагая, что отправляются в заточение, да, опять тот самый момент, когда никто не хотел становиться мучеником, пытались сказать, ну, давайте вы остановите репрессии, да, то есть не надо нас мучить, мы добропорядочные граждане. И вот они грузятся на корабль, а Модест отдает приказ в открытом море, ну, то есть подальше от берега отойти и корабль поджечь. И корабль сгорел дотла вместе с находящимися на его борту мучениками примерно в 370 году. Вот такая вот история произошла. И заметьте, мы даже их имен-то не помним. Вот помните, когда мы говорили о мучениках севастийских, то я перечислил все 40 имен, да, то есть 39 пострадавших мучеников, один, как мы помним, да, отказался от избраничества, но на его место немедленно заступил вот воин из караула, на которого впечатлили, произвели большое впечатление страдания мучеников и их твердость в вере. А тут мы даже имен не знаем, только вот трех предводителей, их самых авторитетных и самых уважаемых, а про остальных вообще и имен их не знаем, как вот они зрительствовали свою приверженность Христу и вере. Не рискну ничего добавлять, возвращайтесь завтра и берегите себя, православные.